С терпением проходить поприще Послание к Евреям, 12 глава, с 1 по 13 стих Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест Пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам Сын мой, не пренебрегай наказания Господня И не унывай, когда Он обличает тебя Ибо Господь, кого любит, того наказывает Бьет же всякого сына, которого принимает Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец Если же остаетесь без наказания, которое всем общее То вы незаконные дети, а не сыны Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими Боялись их, то не гораздо ли более Должны покориться Отцу Духов, чтобы жить Те наказывали нас по своему произволу Для немногих дней, а сей для пользы Чтобы нам иметь участие в святости Его Всякое наказание в настоящее время Кажется не радостью, а печалью Но после, наученным через него Доставляет мирный плод праведности Итак, укрепите опустившиеся руки И ослабевшие колени И ходите прямо ногами вашими Дабы хромлющее не совратилось А лучше исправилось Размышления, часть первая Взирая на воздаяние Послание к евреям Двенадцатая глава С первого по третий стих Эта глава продолжает галерею героев веры Одиннадцатой главы и начинается со слова Посему То же, что и поэтому Когда в тексте мы видим слово Поэтому, надо разобраться, почему Такой длинный перечень верных божьих людей Из Ветхого Завета Должен воодушевить нас Упорно продолжать свой путь Но не только люди Мотивируют нас к этому Главный стимул Мы находим в лице Бога-человека Иисуса Мы должны обратить свой взгляд на Него И взирать на того Кто претерпел Такое над собою поругание Это поможет нам Не изнемочь И не ослабеть душами Стих третий Этот отрывок Называет Иисуса Начальником и Совершителем Веры Каким образом Христос является Начинателем нашей Веры И приводит ее К завершению Размышления Часть вторая Любовь Долготерпит Послание к Евреям 12 глава С 4 по 13 стих Пока нет своих детей Трудно понять родителей Которые перед тем Как наказать ребенка Говорят ему Мне от этого Еще больнее, чем тебе Однако наказание Это важная форма Проявления любви Когда говорят О неправильном Обращении с детьми Травмирующим Детскую психику Обычно Забывают об одной Из его разновидностей Когда ребенку Все сходит с рук Потому что Родителям Все равно И они его Не наказывают Мне случалось В виде детей И подростков Которые Бунтовали Не потому Что им Действительно Хотелось Делать Что-то Плохое А чтобы Привлечь Внимание Родителей И даже Если Такое Внимание Проявлялось В виде Наказания Это Воспринималось Лучше Чем Его Полное Отсутствие Дети Которых Отличает Наибольшая Зрелость И уверенность Это те Кого Дома Наказывали Но Делали Это В любви Случалось Ли вам Обижаться На Божье Наказание Видите Ли вы Теперь Каким Образом Это Наказание Помогло Вам Больше Уподобиться Его Сыну Иисусу Христу Молитва Господь Иисус Так Сложно Бывает Не Сводить Взор С Тебя И Не Смотреть Туда Где Нет Любви И Нет Помощи Пожалуйста Помоги Мне Все Время Смотреть На Тебя Ведь Ты Есть Начало И Конец Во Имя Твое Я Молюсь Аминь